Друзья, всем привет! Сегодня 27 сентября. Я с коллегой еду с Александром. Познакомьтесь. Здравствуйте! Да, мы едем в Гурьевск смотреть очень крутой дом. 145 квадратов, 6 соток земли. Все там ухожено, облагорожено. Дом с ремонтом двухэтажный в Гурьевске. Находится примерно в районе замка Нойхаузен. Я вам ранее, когда про Гурьевск снимал видео, показывал этот замок. Он сейчас там активно реставрируется. Я думаю, что скоро его приведут в такое состояние, что будет как туристическая точка притяжения в Гурьевске. Спасибо вам за комментарии к предыдущему ролику. Я так понял, многим дом, квартира в немецком доме показалась слишком дорогой. Хотя это на самом деле достаточно интересный бюджетный вариант, на мой взгляд. Потому что попробуйте, найдите однокомнатную квартиру с автономным отоплением и участком своим, который рядом с домом находится. За такую цену, которая там фактически озвучена. То есть за эту цену в основном продаются с не очень хорошим ремонтом какие-то однушки. И не всегда в таких местах, как вот эта квартира находится. Но опять же, я думаю, что в любом случае здесь, знаете как, вопросом рулит рынок. Если будет много предложений, то, естественно, никто ничего не скинет. Если предложений будет со временем мало, а желание продавать останется, то, естественно, люди пойдут на торг. Так всегда бывает. Поэтому здесь не надо что-то там как-то слишком эмоционировать по этому поводу. У каждого объекта есть свой покупатель, есть своя цена. И предложениями на рынке, как говорится, регулируются спросом и предложением. Так, ну ладно. Значит, мы пока еще едем. Мы сейчас тут по Александра Невского едем. Сегодня погода то солнечная, то пасмурная, переменчивая, в общем. Но наша задача вам показать дом. Посмотрите его, оцените, как он вам. Ну все, поехали. Езжаем мы, друзья, в Гуревск. Вот у нас тут уже указательный знак Гуревска. Гуревск расстраивается. Все новое и новое тут все строят. Уже практически соединился с Калининградом. Но не практически соединился. Еще жилищный комплекс ключи, который строят между... Уже там построен третий корпус. Ну как, каркас возведен. И планируется там еще очень-очень много корпусов построить на этом участке. Город Света. Что говоришь? Город Света. А, город Света. Парк. Парк. Ну да, кстати, вот этот парк. Гуревский парк. Очень знаменитый. Парк Света. Кстати говоря, да, там очень прикольно. Туда надо вечером ехать и показать вам, как там все красиво организовано. Парк Света. Ну вот уже можно показать замок Нойхаузен. Видите, как его уже сделали? Ну, реально будет скоро полноценный замок. Тут, конечно, идет процесс строительства. Но это будет реальный замок. Недалеко от Калининграда. И будет там много туризма, я думаю. А вот здесь уже Кирха Нойхаузен тоже. Одна из самых старых Кирх. Ну вот, мы уже и въезжаем. Ну вот, и въезжаем. На правый поворот вот машина поехала. Там Ривер Парк. Да. Ривер Парк. Буконок у меня там есть, можно сказать, да? Да, говори. 65 квадратов за 5400 с этой ключевой ключевой. Вот здесь. Ну, плохо я его там показал. Ну, мы картинку вставим, да? Давай ставим картинку Ривер Парка, да. У тебя там есть квартирка, да? Да, очень вкусная цена. Сколько? 5400. Ага. Ну, все, тогда ставлю Ривер Парк, покажу. Он тоже недалеко, в принципе. Там, получается, от Кирхи завернул сразу уже от Ривер Парк. Ну вот, мы приехали к дому. Саш, ну рассказывай, что за дом? Да, сейчас с собственником поздороваюсь, чтобы нас впустили. С ружья нет, да? Не расстреляли? Да. Ну да, верно. Тут, конечно, все уже... Тут все остается, так я понимаю, да? Все остается? Сейчас так уже так хорошо сделано. Значит, идем смотреть участок. Участок с ландшафтным дизайном, красивый. Есть плодовые деревья, многолетние высокие туи. Здесь такая зона отдыха перед домом. Пойдемте посмотрим дальше. Здесь вот такой ландшафтный дизайн. Красота вокруг. Деревья такие подстриженные. Посмотрите, какие яблоки. Крупные, наливные. Малинка? Есть малинка, да, Саш, правильно. Газонная трава. Все очень красиво, симпатично. И вот так вот дом смотрится на фоне участочка. Ну, здесь подсобное помещение. Грядочки. И теплица. Всего шесть соток земли. Под ландшафтный дизайн. Газонной травой засажена в основном. Ну, есть немножко плодовые деревья. Вот, допустим, такие яблоки красивые. Просто красота. И здесь навес для парковочного места. Так, вот здесь за дуями у нас спрятан. Так, чтобы не было сильно видно, но мы его покажем. Вот здесь локально-очистительная станция. Все свое. Все перерабатывается. Да, незаметно даже, я бы сказал. Так, у нас вот здесь за таким развяжными дверями располагается котельная. Котельная. Котел. И прямо здесь в доме располагается скважина. Своя собственная чистая вода. Своя собственная вода. Своя собственная вода. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ручная работа Очень дорогие итальянские обои По качеству своему, ну, можно сказать, вечные То есть ничего с ними не будет Можете видеть такую вечернюю зону, где можно присесть, выпить кофеек с четырьмя стульями И вот эта лампа антикварная, настоящая керосиновая лампа Сейчас мы пойдем с вами на первый этаж Будем двигаться по лестнице, здесь есть датчик движения Загораться будут вечером подсветка Под каждой лестницей есть подсветка Здесь включить, выключить, пожалуйста, когда поднимаешься свет Такие часы по старину Какие красивые Ну и, конечно, этот сервант Раритетный Весь резной 17 век, восстановленный Ну, вы представляете, какая красота Раньше сделалась Но здесь все досточки Все-все-все Как мне сказала хозяйка Здесь все родное Так, санузел на первом этаже Большой просторный санузел Много мест хранения Здесь шкафчики всякие Вот такое зеркальце Ну, душевая кабина Здесь вот так располагается раковина И инсталляция Да, забыл сказать, что везде очень высокие потолки Под 3 метра Ну, просторная такая Комната санузла Включим воду холодную Наберем воду Вода Здесь идеальная Чистейшая Питьевая вода Пью прямо из-под крана Ни вкусов, никаких примесей, ничего Идеальная вкусная вода Да, сейчас поставлю на стол Идеальная вода Поэтому это к вопросу о том, что если кто-то будет говорить, что вода плохая Вода здесь, как кто как сделает Здесь сделано все с умом Так, мы уже видео заканчиваем Еще раз хочу подытожить Что дом, конечно Оу, смотри, жизнь Малина Дом, конечно Дом, же Спасибо Ну, как бы не для семейной пары Это дом для одного Возможно для двоих У кого уже дети все устроены Со своим жильем То есть там нет возможности Как-то размещаться Большой семьей с детьми Это чисто такой дом для Качественной жизни двоих людей Поэтому Если вам дом понравился Или у вас Какие-то есть вопросы По дому Пишите мне в WhatsApp Пишите в WhatsApp Все расскажу Объясню более подробно Александр, если что-то подробно Тоже все расскажет Он представитель этого дома Так Ну вот в конце Значит Дом стоит 35 миллионов Не дешевый абсолютно Но здесь работа проведена Полноценная Остается Вся техника Вся мебель Все, что вы видите вокруг Все это остается Поэтому Дом не дешевый Ну, такие цены сейчас Цены, тем более, в Горевске В основном дома Они 28, 30, 35 В основном ценник такой На полноценные Отдельно стоящие дома Если вам понравился этот дом Пишите в WhatsApp В комментариях Ну, а на этом я Видео завершаю Всем пока-пока До новых видео На канале Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому